Раззудись плечом, размахни трубка. Девяносто! Ну что, вздрогнем, вздрогнем, головы не видно, без головы сделаем, вздрогнем, давненько я не занимался, нельзя конечно такие пропуски делать, если вы хотите заниматься, потому что тот потенциал, который вы накопили, сдвинули организм, начали перестройку, без подкрепления этот импульс, к сожалению, угасает. Ну что бы я сказал, и не хочется говорить, что свое оправдание сказал, а просто хочу подчеркнуть, я-то продолжаю заниматься гравитационной гимнастикой и наращиваю мощь. И вот, конечно, интересно, там мощь растет. И хотелось бы узнать, каков возможен перенос тех наработок в гравитационной гимнастике, допустим, на тот же жемлежа. Поэтому, вот, немножечко тут разомнемся сейчас, ну и попробуем, попробуем. Нужим немножко, что-либо, что-либо такое сотворить. Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-таки появилась необходимая свежесть. Все-таки возраст, ну и еще какие-то особенности накладывают свои такие не совсем приятные вещи на организм, не так восстанавливается, не так тоже серденька работает, дыхалка и прочее, прочее. Ну ладно, еще один подходик, разогнем. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. 40 раз. Ну что, у меня побалило левое колено, когда я там давил ногами и невозможно было приложиться левой ногой. В полную мощь. Как-то мне это все отбросило. Но тем не менее в других упражнениях прогресс был налицо. Итак, не будем мы тянуть, ставим доску для жима лежа и погоним. Вот это вот упражнение с небольшим весом на разы позволяет гонять круг по коленным суставам и способствует их восстановлению. По крайней мере, я так почувствовал, у меня так произошло. Может быть, кто-то имеет другое мнение. Итак, 35 кГц. Что у меня еще, вот, я так вызвался, как бы бросил самому себе вызов. В жиме лежа, несколько притормозило и притормаживает. Это то, что, ну все, что надо, я уже себе доказал в этом. В этом. Мой лучший результат 180 кг. Ё-моё. Вот с таким запалом сейчас и бросимся на 80 кг. Вот так сейчас он метал. Вотここ было классно. Поседа. Там можно было налетом. То-то. Просто туда уblo culpa. Да, и внутрь. не важно как он чего там главное он был сделан зафиксирован 180 килогерц я выжил даже и опять что-то там такое вот хотя совсем недавно я там жал и 100 килограмм и вот я ставлю 100 килогерц 100 килогерц я сейчас пробую пробую как я их потяну или нет просто попробую так сказать полужимчик сделать а есть есть все я почувствовал что смогу сделать так теперь я готовлюсь отдохнул подготовился теперь надо сделать полностью жим опустить до груди и оттуда мощным движением выжать эту соточку это цель для старикана цукермана обремененного и не отстает но ничего все выжимаем вот как-то перестал это интересовать а вот гравитационная гимнастика меня заинтересовало это несколько иное более перспективные гораздо более перспективные ну посмотрим вот действительно произошло ли некий перенос той мощи которая была наработана сюда хотя я давненько не жал сейчас мы посмотрим проверим самое интересное там начинаю со 180 килограмм но это совсем разные движения совсем разные так ну что с другим а 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 После голодания семидневного возрастает вот такая интересная выносливость и какая-то более-менее легкость в работе именно со своим весом. Как говорится, осилили, вес как-то придавил, руки перестали туда-сюда ездить. Ну что, еще попробовать 65 на 5 раз осилить, а потом по 2-3 раза. Так вот, помню, когда, да и на голоде я даже занимался, вот после голода особенно, возрастает легкость, возрастает эластичность мышц, очень сильно возрастает выносливость. Вот если ты там отжимался, грубо говоря, там, ну, пускай там 20 раз, то после голода, или даже на том же голоде, ты начинаешь отжиматься, там, допустим, на 6-7 сутки, уже раз 30. Вот такие вот вещи. Ну что, питерим? Запитерили. Чувствую, что уже суставчики, то есть там, где были когда-то травмы или еще что-то, они уже сразу же начали вылазить. Вылазить. На два разика. Если пойдет на три. Ох! 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 Будь смелее, акробат! Немножко здесь свело. 85 есть. 90. Ну что, вздрогнем? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как предпосылки для того, чтобы повышать свою выносливость, особенно гибкость и какое-то чувство волевого напряжения Вот когда ты волей больше работаешь Вот это голод позволяет сделать И как раз я встретил одного видео одного 72-летнего мужчины, который воркаутом делает такие вещи запредельные Вот он как раз 7 раз в году голодает в понедельке И занимается вот этими всеми вещами И у него, можно сказать, потрясающие результаты Оооооо Субтитры сделал DimaTorzok Задесетерили Ну приятно все-таки 90 осилил Хоть там левая рука отставала, но тем не менее Насколько сильна правая сторона Вернее, левая была как правая Килл на 10 точно больше подавила Так, один подход Сейчас второй будет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересно такое чувство Поболевает здесь в плече И вот здесь вот в спине Старая травма Третий подход Старая травма Я подавлю с собой Субтитры сделал DimaTorzok третий 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 но еще четвертый и сменим пластинку четвертый подход это 40 повторений будет отлично 40 повторений отлично не считая то что я там делал 4 подхода да и еще сделаем 3 по 8 45 а почему здесь боль может слышите как хрустит сустав высох связки стали не такие эластичные как хотелось бы поэтому тут и проблемы связки можно быть эластичны это удается то есть в этом урождении мы больше руками продавливаем второй да если же использовать только на бивне чтоб так а на вилле опа и дожимать это одно если чуть дальше движение другое то есть сжать можно если полная амплитуда задействован плечевой сустав начинаются вообще там проблемы если движение не полное с дожимом тут несколько и но и задействовано и плечевой сустав щадится посмотрим как это что то тут сделаем ну как то так как то так и это хорошо как говорится без фанатизма три подходика на руки сделаем вот живот и хватит будем потихоньку опять втягиваться в такую работу если не надоест но важно самого себя доказать что ты чего-то стоишь чувствуешь левое плечо побаливает как раз вот здесь побаливает вот здесь вот обнаружилось 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 что а с плечами стало лучше на лбу начала появляться и спарина представлять там жал ничего еще не было вот тут только начало в обед наелся вроде бы не так много но тем не менее переел чуток и сейчас я чувствую живот полный поэтому ужинать не будем вот так вот и ориентируйтесь допустим ну да ну поели но переели вы чувствуете что тут у вас еще живот полный подошло время ужинать подошло время ужинать ну не ужинайте дайте полноценно перевариться иначе вы загрузитесь пищеварение всю ночь будет длиться сердце будет бухать вы не отдохнете и только навредите своему здоровью и вот вот сейчас сделал ничего не болело все размялась чем старше человек тем длительнее должна быть разминка и концовка живот без фанатизма три подхода вот просто надо Доменко не делал это упражнение Все тело так подрагивает Сразу же Растренированность идет Поэтому Если вы хотите что-то набрать И чтоб оно у вас было И держалось долгие годы Настраивайтесь на регулярную работу Без разного рода глупостей И сухарей Так называемых Без всяких там Особых препаратов Хорошее питание Свежевыжатые соки Проросшее зерно И дело пойдет на лад В противном случае Натулись Потом сдулись И ни хрена ничего не осталось Возьмем можно конечно было бы походить но я чтобы с вами побеседовать посижу и так тренировочка погоняли круг по организму погоняли лимфу по организму заработали суставы в суставах появилась смазка потому что когда человек сидит не тут нету смазки не тут нету смазки не здесь нету не по позвоночью и потом он удивляется а что ж такое что-то суставы у меня не то сустав должен работать как говорится вот и сказочка уся ну что пресс виден виден грудник виден виден 30 десятка дельтоид и 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